Итоги работы ростовского парковочного пространства подвели его организаторы. Так, в первый день платной парковкой воспользовались порядка полутора тысяч ростовчан, при этом заплатили за стоянку менее половины водителей. Компания-инвестор отметила, что имели место сбои в работе систем оплаты, и недочеты уже устранены. Пока расплатиться за часы стоянки можно только безналичным способом. Таковы правила, которые утвердили власти Ростова-на-Дону. Напомним, с 23 сентября в Ростове-на-Дону запущена система платных парковок. На первом этапе создано чуть более тысячи мест, которые входят в квадрат от Доломановского до Театрального и от Красноармейской до Пушкинской. Уже более пяти тысяч сотрудников предприятий Донской столицы сделали прививки от гриппа. Как пояснили в прислупе городской администрации, вакцинация против гриппа работающих лиц защищает от заболевания гриппом. 80% вакцинированных и существенно снижает экономический ущерб от эпидемии гриппа. В медицинских организациях имеются выездные бригады, которые при необходимости выезжают на предприятие для проведения вакцинации сотрудников. В рамках Дней Ростовской области в Совете Федерации на экспозиции донских предприятий и компаний прошли битвы рекламных роликов. Участники и гости мероприятия выразили свои симпатии к донской продукции путем интерактивного голосования за то или иное рекламное видео. Василий Голубев отдал свой голос за семикаракорскую керамику и сагитировал последовать его примеру спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко. Битва рекламных роликов стала важной частью экспозиции Ростовской области в Совете Федерации. Концепции и программное обеспечение были разработаны Агентством инвестиционного развития Ростовской области. В общей сложности участниками оригинальной промо-акции стали несколько десятков донских предприятий. 30 сентября с 11 до 12 накануне Международного дня пожилых людей заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России по Ростовской области Алла Васильева проведет прямую телефонную линию по вопросам пенсионного обеспечения граждан. Настоящие и будущие получатели разных видов пенсии смогут задать вопросы о правилах расчета пенсии, о подготовке к ее назначению и возможностях оформления пенсии в электронном виде, а также о единовременной выплате пенсионерам в размере 5000 рублей, индексации пенсии, особенностях пенсионного обеспечения работающих пенсионеров и других. Телефон прямой линии 297-2907. Открытый прием в День пожилого человека проведет Игор больница номер 6. 1 октября можно будет пройти терапевта, эндокринолога, лора, невролога, хирурга, а также можно будет проверить уровень сахара и сделать ИКГ. А еще на 35-й линии устроят консультации представители пенсионного фонда и психологи Центра соцобслуживания. Прием пройдет с 9 до 15 часов. В Ростовской области подсчитали число долгожителей. Оказалось, что только в этом году 100-летний юбилей отпраздновали 44 жители Дона. При этом среди них большинство женщин 35 человек. Как сообщили в региональном правительстве, их общий трудовой стаж приблизился к полутора тысячам лет. Всего же в регионе 187 пенсионеров, перешагнувших вековой юбилей. Среди них всего 34 мужчины. К слову, дольше всего живут ростовчане. На втором месте жители Таганрога, Шахт и Шолоховского района. Новый авиаперевозчик начнет выполнять рейсы Ростов-Москва. Полеты из Донской столицы в аэропорт Шереметьево будут осуществляться ежедневно с 31 октября на самолетах Аэрбаз А321-200, оборудованных салоном эконом-класса с возможностью перевозки до 220 пассажиров. Время в полете составит два часа. Российская авиакомпания «Северный ветер» станет вторым авиаперевозчиком наряду с аэрофлотом, выполняющим регулярные рейсы по маршруту Шереметьево, Ростов-на-Дону, Шереметьево. Футболисты Ростова после того, как проиграли со счетом 0-5 на выезде Мюнхенской Баварии, в домашней игре полностью реабилитировались перед своими болельщиками. Желтый-синий на своем поле сыграли в ничью 2-2 с чемпионами Голландии клубом ПСВ из Эйндховена. В следующем туре главного клубного турнира Европы Ростов 19 октября. Дома примет Атлетика Мадрид.